Так, только что записал обзор на короткую программу, так что всем бегом смотреть на бусте. Ну, не будем о негативе, потому что, к сожалению, одно дерьмо у нас на территории нашей страны купило права на показ фигурного катания. В итоге теперь ни чемпионата мира, ни Европы, которым можно было бы свободно посмотреть, и даже гран-при, вот они на сайте там скейтинг.aisu, теперь их нормально не посмотреть, они заблочены, именно из-за того, что вот это говно купило права. Только обрадовались, что Первый канал ничего не стал покупать, поганить, все-таки наших фигуристов нету. Но нет, одни умники там нашлись, которые тоже с Первым каналом сотрудничают, собственно, практически, можно сказать, одна и та же контора. И вот так вот все обосрали. Ну, так вот, что касается прокатов, ну, в парном катании это уровень чемпионата Зимбабве, наверное, был где-то. Единственное, я бы отметил третью американскую пару, которые последними из американцев выступали. Там такой интересный партнер, у него потенциал и чувствуется запас. Найти бы ему нормальную парницу, ну, вот мы их недавно уже нашли, кстати, на юниорском гран-при. И неплохо бы было. Ну, в мужском катании, конечно, да. Ну, первая группа, единственная, конечно, не особенно, но, опять же, Андрей Таргашов. Ему надо что-то делать с тяжестью. Все дано в плане складности, пластилиновости, владения коньком шикарное. Но тяжесть мешает, и на всем этом сказывается. А так, конечно, сегодня было два катальщика. Один фигурист из Японии, другой, конечно же, Кевин. В плане увлекательности это были самые интересные прокаты. Ну, и что интересно, у Ильи Малинина вот так все построено органично, казалось бы, без катания, одни ковыряния, но при этом смотрится. И особенно такие прыжки. И опять же, кстати, вот это телосложение пока наверняка говорить нельзя, но все-таки, видимо, такая нескладность, когда именно длинные ноги, она дает возможность вот так вот здорово прыгать и стабильно. Потому что Женя Семененко, потом вот этот фигурист из Италии, и вот Илья Малинин. Казалось бы, совсем нескладное, все такое деревянное, но при этом какие прыжки. То есть это уже не какие-то разовые, единичные случаи. Но больше всего удивила вот эта органичность между элементами. Казалось бы, все ковырятельное, никакого катания, ничего там нету, но при этом все смотрится. Нету такого, что прям просадки и выбивается что-то. Ну, а полный обзор на все прокаты на Бусти, так что бегом все смотреть там. Буду повторять день за днем, у тебя плохое владение коньком.